ТФЕ и наш партнер Gameray.ru знают, где взять Dawn of War 3 за 1199 рублей. Да, уже такая скидка. Ссылочка в описании. Добро пожаловать в студию The Falls Emperor в эфире новости. У нас в гостях Михаил и Илья. И прежде чем мы начнем, несколько организационных вопросов. Напоминаю, что у нас продолжается акция по приему макулатуры всяческой. Мы уже много книжек собрали. Всем спасибо, кто присылал. Они сейчас сидят, смотрят премчик. Напоминаю, что за каждую старую книжку, которую вам уже не нужны, мы даем целых полгода према подписки. Куда писать? В описании. Причем не только семерочные, но и более старые. А также, в принципе, я подумал, что ФБшные книги чувак мне предложил. Я решил, что да, они классные. Тоже соберу коллекцию. Я вот люблю всякую бумажку. Кстати, вот, блин, реально, армибуки, вот эти вот как раз, которые плотненькие, а не мягкая обложка, да, они очень хорошо оформлены. И чувство в них есть какое-то, что да, что ты ФБшный. Я люблю свои листать с тамбов. Теперь, значит, еще один момент. Нам нужно для проекта 5 лордов контейджена. Лордов контейджена, стартер. Такой чувак с топором для карандашей, короче. Точилочка. Вот, мы уже нашли что-то типа двух или трех, но нам еще вот, соответственно, нужно. Тоже пишите в ВКшечку мне. 9 месяцев прямо, легко выдаем. Ну, или за 400 рублей, если вам вдруг деньги понадобятся. Реальные люди, я смотрю, на той же барахолке выкладывают старые вот эти книги, никому не нужные, и зарабатывают там, ну, 300 рублей за книжку. 300 рублей или полгода прямо. Подумайте об этом. А теперь новости. У нас, соответственно, какие там релизы вообще есть? Что-нибудь релизил в этот раз? Предзаказы все еще? Предзаказы висят. А, ну, собственно, их не было в прошлой неделе, так что можем озвучить. Смотрите, у нас, соответственно, в предзаказ попадает кодекс Space Marine. Новый. В трех уже вариантах. Это как Enchanted Edition, или все-таки... Ну, там, короче, просто... У меня есть... Просто свэк и бич свэк. Есть обычный вариант. Дай бог, он не будет в мягкой обложке, очень надеюсь на это. Он будет в мягкой обложке. Игры. Игры. And much more. А также все, что есть в Collector's Edition, это Special Cover Black Guild Edges. Нифига себе, я в шоке от того, что... В любом случае, друзья, если вы придете не со свэк эдишн кодексом, вы... Скоро в регламентах будет написано, если при тебе нет свэк эдишн кодекса, то ты как бы сразу минус 20 очков получаешь в первом туре, и у тебя ничего не светит. Соответственно, есть также три версии кодексов, только в цифре. Вот. Там какие-то дополнительные фичи для игры появляются. Что бы это ни значило. Мы подумали, когда обсуждали этот момент, что, возможно, ГВ родит нам, наконец-то, программулину для создания ростеров. Он просто поделит ее отдельно на каждый кодекс. Вот с кодексом она будет идти, вы сможете создавать. Но нет, возможно, ребята. Ну, тут один вопрос главный. У нас сейчас как бы можно брать весь Империум, да, например. Если у тебя будет только кодексом твоим эта программа ограничена, то нахрена она так нужна-то. С одной стороны, да. С другой стороны, вспомните, друзья, что сейчас у вас в нашем любимом аосике все достаточно серьезно ограничено фракцией, за которую вы играете. Возможно, и уже есть некоторые подтверждения, что все ваши плюшки от Chapter Tactics и так далее работают только в том случае, если все юниты в Detachment содержат одну и ту же Chapter Tactics. Возможно, это как бы поможет. То есть мы Detachment'ами будем собирать. Ну да, у нас есть же какие-то сливчики там этого кодекса, вот. А у меня есть лучшая версия всего этого. Да? Да, то, что, короче, будет первая версия. Там будут только бэк и фоточки, а больше ничего. Чисто для хабистов. Следующая версия, там будут паверпойнты. И больше ничего. Чисто из таковы до кухоньки поиграть. А если вы грязный Спарта Дрочер, тогда покупайте самую дорогую версию. Потому что вам нужны очки, да. Ну и пока не будем далеко отходить от книжки. У нас есть некоторые сливчики. Потому что там есть и смешно. Корсар Хан только пешком. Что? Самый быстрый Индиан. Что? Самая быстрая Наган. Да, да. В мире Вахи такой, кто побежал. Дредноуты потеряют опции для двойных пушек. То есть... И капелланы. Также апотекарии не смогут на байке. Добро пожаловать в наш мир. Чаптор Эншин, Компани Чемпион тоже. Пацаны, да Канги рулят. Да только до кодекса, да? Кодексы будут дебафить. Не говорите. И обычные сержанты смогут... То есть обычные лейтенанты появятся, а не только Приморис. Ну это good stuff, я так скажу. Да. Сержант Телеон плюс четыре тачков. Спасибо. Давай покемона персонально. ТФК. Появляется минус один у нее. Рен. Наконец-то. Во-во-во. Поднимается с колен на табурет. Хотя минус один Рен звучит так, как будто она дает один армор еще пристелить. А вот это было бы не плохо. Братиш, накинуть армору. Плюс у нас всякие изменения в цене. Ну, бессмысленно перечислять, конечно же. Их много. Я вот почему думал, надо подождать книжки, передачем все это озвучивать. Потому что здесь есть вещи, ладно, типа дропот минус десять очков. Ну так типа, ну ладно, окей. Многие жалуются на дропоту, что говно и кал. Но где же он, где же он, где же он? Где мой любимый? Сейчас я его найду. Наш любимый. Вот. Сержант Хронос минус двадцать тречка. То есть типа двадцать пять очков. Что? Может, конечно, есть правила там поменяются. Потому что мы уже знаем, что некоторые правила поменялись. Может быть, там, или отдельные какие-то цифры поменялись. Может быть, будет меняться и профиль каких-то моделей. Ну, может, он будет деградировать тоже. Да. Может, плюс один, говорю, баллистику давать. У нас должны быть картинки, как в покемоне. Это что за деградант? Деградант. Смотрите, также... Все, раскрыта тайна. Передержался, извини. Также у нас в этом же предзаказе будут ривери-агрессоры и новые дредак. Появились хорошие качественные фотки. Нет. Нет. Они в предзаказе только сейчас. Вот. И на следующей неделе, помимо этого, будет капеллан новый, которым мы упомянули. Но, опять же, у нас хорошие фотографии. Есть апотекарий и, собственно, танк на граве-подушке. Мне, надо сказать, очень понравился капелланчик. Причем он максимально хаоситский. У него прям корноколор. Я вот так смотрю, у него всего одна сраная печать чистоты. Даже срезать почти ничего не надо. Да. Реально прям чувачок такой для того, чтобы какого-то... Просто... Да, капуста идеальный, по-моему. Да. Вообще великолепная модель. Мне она тоже очень понравилась. Особенно мне в нем, конечно, понравилась пушка. Да. Пушка вот просто вот судья-дред. Судья-дред идет наказывать. Вот знаешь, великолепно. Такой бы набор для ветеранов твоих. Без спорта. Я вообще... Вааа. Если как... ГВ, слушайте Несс. Пожалуйста, сделайте такой набор для примрессов. Я вас буду любить вечно. Или купит все наборы. Я все куплю. Вы выпустите, я куплю все. Я все... Весь тираж. А еще, если у него по профилю оказывается, что у него просто был пистолет в руках, то это будет не напоминать этот... Как этот дебильный фильм был с Лесли Нильсоном, где шестой элемент, где там было типа пушки. Вот это пушки. Он достает такой револьвер размером для человека. Вот это произойдет то же самое. Понимаю, ну да. Ну, апотекарий, апотекарий. Нет, у апотекария достаточно странная приблуда в руке. Это возможно в теории к нам вернуться Нидал Пистолы, которые были в 30К и которых никогда не было собственного обычных апотекарьев. Может быть, апотекарий наконец-то сможет что-то пострелять. Или, или версия, как всегда от меня, самая правдоподобная, выглядит так, как прибор для пирсинга ушей. Все может быть. То есть, скорее всего, просто Space Marine все еще будет по-своему становиться сильнее. Да, это за 5 очков пирсинг каждому раздаешь там и... И все, да, да. Сильга плюс 5 к магризисту там, не знаю. Да, к магризисту. Фарджа наконец-то выкатила покрашенную искусственную вагину. Или червяка, или кому как. Ну, помните, мы рассказывали. Значит, она более-менее выглядит действительно как теперь транспорт. Когда на нее черный цвет лег. Вот, она тоже, соответственно, у нас где? В предзаказе или в заказе уже? По-моему, в предзаказе. В предзаказе. Я, кстати, забыл про... Самое главное. Тарантас. Тарантас? Тарантас приборисов. Ну, блин, Тарантас. Тарантас приборисов великолепно выглядит. Стреляет, как, я не знаю, там, половина вашей армии, по-моему. Да, там. И уничтожит, возит приборисов. И вообще отличная штука. Ребята, если вам нравятся большие танки, я думаю, что она зайдет. Специально для покемона. Просто на нем минимум три ласки стоит. Чувак, бери. Инфа 140. Смотрите, дальше мы переходим в море слухов. Такое зыбкое. Сникпик у нас про маленький гробик. В котором живет бедный Йорик. Свален. И записки какие-то. Выглядит смешно, я вспомнил. Опять дебильная ассоциация от Михаила. Прямо в эфире, как всегда. Был фильм такой нерожденный. И там был вроде бы фильм ужасов. А был смешной момент, когда баба открывает такой шкафчик. В сортире, который висит. Открывает. И там такой мальчик мертвый, который должен себя пугать. А он сложился такой, как в Тетрис. Вот это примерно так же выглядит скелетик. Ну, здесь опять же есть два предположения. Первый, это, собственно, у нас выходит эпилан примолисов. Который, возможно, что-то такое будет, ему подходит. А второй вариант, это серые рыцари, у которых даже был релик похожего вида. Где он несет, типа, кости, которые давали, если я ничего не путаю. Плюс к Динаю. И третий инвуль от Демонов Кхорна. Может быть, опять же, что-нибудь дадут нашим несчастным всем лицарям, которым и так выглядит неплохо. Но примолисов единственных, у кого ИССМ нет. А, да, кстати, инфа по поводу книжки. То, что все, что будет в новой книжке, и в частности, именно примолисов, использовать могут вообще все мары, даже Десвотч, но не серые рыцари. Они не заслужили. Возможно, им дадут что-то свое особенное. Окей. Но нет. Будет еще террейн для Хоббита. Если вас обнадеживает эта новость, мы с вами, пацаны. Что, кто-нибудь видел этот террейн? Ну, смотри, видишь, они... Ну, им понравилось, типа, как продавался террейн предыдущий. И они такие, все классно. Еще вот для Хоббита выходят от 4G гномики с арбалетами. Они все такие, ура, ура. Хоббит и лучшая игра во вселенной. Хрена, вы вообще знаете. Ни одного человека в жизни не видел. Друзья, расскажите нам об этом в комментариях. Играете ли вы в Хоббита? Нам интересно увидеть хотя бы одного человека. И зачем вы это делаете? Да. Вы что, с ума сошли? Новые факи также вышли на этой неделе. Мне очень понравился, типа, хлопушки-воробушки, как же круто. ГВшечка делает так быстро, затыкает все дырки. Она очень рандомно затыкает дырки. Дырки, которые, ну, как-то случайно, видимо, попадаются на глаза. Возможно, даже на ней это не имела в виду. Я рассказал, собственно, смотрели вчера видос про фак. Крулбуку, в котором я версию одну изложил, как запретили самолеты. А, возможно, совершенно другая была. Просто он сидел такой, ковырялся в носу, такой, что-то, короче, не бы кого. Если самолеты летают, и, значит, не умираешь ты в конце хода. Срочно, фак. Потому что куча вещей все еще мы такие, типа, а как это? ГВ все еще молчит по этому поводу. Но, если она будет с такой же скоростью продолжать это делать, при этом не меняя баланс каждую, там, неделю, будет замечательно. Почему плохо, если будет меняться баланс? Потому что будет очень сложно в этом. Это не там, где ты на компьютере за каточку поменял героя, и, типа, опять можешь эту самую каточку катать. А здесь ты такой, вот, надо купить, значит, пять терминаторов. Сидишь такой, собрал, покрасить начинаешь. За это время опять факу сменился, и там уже терминатор эти такие... Хорошо, если ты покрасить их успел, а то ты их купил только, потому что это еще, там, несколько недель может занять. Потом собрал, а тут тебе, оп, новый фак, и они не нужны. Ну, да. Такой, потратил деньги. Ну, блин, смотрите, мы сидели на жопе, не покупали коробки. Помните, да? Ну, некоторые, конечно, слабые духом во оси клевнули. И сейчас они такие, а зачем я все это накупил? Вот. Восьмерка вышла, типа, вот, можно собирать. А, Гавайи, говорит, не, 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 чувак. Покупать еще ничего не надо. Все кодексы мы сделаем в течение года. Да, и опять сидим на жопе. В какой момент можно будет уже что-то собирать? Я готов сейчас вот это, как бы, да, то, чем мы сейчас играем. Ну, блин, я вложусь в это, а оно не будет иметь. Поэтому я сейчас продолжаю вкладываться в свою компанию, где я точно знаю, что я буду этими имитами играть. Без проблем, я тоже поступаю примерно так же. Я вот, допустим, сейчас собрал себе сционов неожиданно. Давно хотел, классные миньки, и вот собрал. Сейчас отдам их покрасить. Миша, привет. Это все потому, что, как бы, вот, пример вам. Не будьте грязными спорта-дрочерами, на самом деле, будьте. Ну, я, как бы, абсолютно подхожу с точки зрения, что сейчас мне покупать нового абсолютно нечего, и я просто решил, я никогда ими играть, скорее всего, не буду. Ну, почему нет, они классные модели. Возвращаясь к теме факов. Короче, из важного. Как я говорил, самолеты, если у вас одни остались на столе, плюс пустые фортификации, в конце хода вы проигрываете. Также из важного ухауса точно прописали, что можно двигать варптаймы модели после дипстрайка. Несмотря на то, что вординг был тупой, но ГВ подтвердила свой же хинт. Можно это делать. Что, никто ничего видел из полезного в других разах? Я просто даже это не прошу. Самое главное, что я был прав. Можно кидать один ФНП за другим. Да, да. Хоть у вас будет пять ФНП. Как в АОСе, собственно. Не знаю, правда, как столько получить. Пока что два можете. Очень странно, но... Ну да, для этого мы не привыкли, но в АОСе играли так, там кидали, и было логично, что у нас будет так же. То есть, если у вас какой-нибудь там на модели ФНП, а вы получили еще какой-то ФНП откуда-то, то вы два ФНП кидаете. Ну, вот так вот. Также, факт для первого Империума, то есть для Спейсмаринов, те, кто любит играть за Бладов и Волков, обратите внимание, факт состоит практически для вас составлен. Там добрые сотни записей, которые только про вас, про вас и про вас. Так что, почитайте. Это важно. Скоро Габриэль Ангелос посетит столы. Он услышал, что все-таки сделали по его игре на столочку. И прибудет на поле боя. На самом деле, совершенно бесполезная минька. Привет всем, кто любит Блад Рейвенов. Единственное, что там полезно, это молоток. Отличная модель для конверсии вообще. Если вам нравятся эти, как его... Отличный ДП. Катафракты арморы, то вот он, да. Непонятно, для чего размеры. Если прикинем, он будет действительно размером ДП. Он будет, скорее всего, размером. Судя по крайней мере, по всем остальным вещам у него на подставке, он будет примерно размером Желемана. Может быть, чуть-чуть пониже. Но если так, то я даже все захочу тогда. Потому что я буду из него что-нибудь делать всегда. Мне нужны огромные терминаторы. Я тоже люблю из чего-нибудь делать всегда. Что-нибудь из чего-нибудь. В этом все хобби. Смотрите, по движухе турнирный. Значит, в эту субботу Михаил будет судить, что? Новичковый. Да, новичковый. Новичковый турнир. Тысячков в 3-9. Вот, 4 тура. Впеваем сыграть. Отлично. Сейчас идет именно новичковый. В это воскресенье будет Армагеддон Апокалипсис по Age of Sigmar. Там же, 2500. Дистриктов каких-то не знаю. Там регламент, что-то, алё, заморочился, пишет. Ну, видимо, короче, если у вас есть просто на 2500 армии, то в любом случае вы туда пройдете, там никаких-то таких ограничений обычно нет. Там, небось, с миссией что-нибудь придумывают. Вот, также, если вы помните, ГВ начинает этап кампании из-за оборону Коннора, будет в эти выходные первая миссия. Возможно, договоритесь с кем-нибудь из компаний, которые у нас предоставляют инфу ДПВ. И сыграйте, запишите свои результаты. Внесите свою лепту в историю Империума. Да, пожалуйста, надерите там этих ультрамаров, я с себя прошу. А то знаем, что нас всегда будут читить, короче, и говоришь, что побеждает, побеждает. А честные хаосицы сражаются, не считая себя. Может, это, тоже почитим, всыпем карбюлетеник. Да-да-да, ГВ, Надя, тут нас... Да, за вами слежу! У нас прошло всего лишь 50 турниров, да. Везде выиграл хаос. Ну, вот так. У нас хаос очень хороший играет. Что по делу. По проекту. Смотрите, описания, как всегда, нет, но мы точно знаем, что на этой неделе у нас новая рубрика, так сказать, случайно получившаяся. Выкладывал скриншот в полсачке, где мы пятером сидим за одним столом и обсуждаем тему, которая, ну, не то, чтобы сказать, к Вархамеру имеет большое отношение, но, тем не менее, близкое. И которую, мне говорят, особо не затрагивали. Да, и все равно все скатилось. Мини-спойлер, тема, выживет ли покемон при постапокалипсисе? Если вам судьба покемона небезразлична, подписывайтесь. Если вы хотите, чтобы он не выжил, да. Только на премии. Вот, а что по остальным видосам, блин, не знаю. Вот сейчас как раз тот момент, когда я буквально делаю видос, выкладываю, делаю, выкладываю. Соответственно, у меня есть много снятого материала. Мы, например, на прошлых выходных отыграли парник с Гвофром. Очень офигенные катки получились. Ну, знаете, если вообще в курсе, кто такой Олег, это человек, который всегда играет каким-то адом и выигрывает. Мы с покемоном рассказывали, что вот, там, Space Marine, там, гравики, говно, там, Дроппот, говно, Девастатор, говно, что-то там, как и Ландрейдер, говно, короче. Падает Дроппот с 10-ю Девастаторами с гравиками. Пешком туда бежит. Наш солнышко все. Гелемон, короче, раздавать рероллы. За ним едет какой-то танк, там, Церберус. Вот, и все это просто в какаху всех разносит. Ну, там у нас были жесткие оппоненты. Я играл с ним термосами под ободоном. Помогал, типа, там, чем мог. И что-то еще мы сняли. А, ну, мы играли турнирчик, где, наконец-то, осуществили мечту Михаила. С обменом растерами. Принесли всякого говна, обменялись этим и... Насосались от своих же растерков. Кроме меня. Это, видишь, доказательство. Покемон говорит говно, а вы говно нормально за это играть. А я сказал, что спавны говно. Всем в рот насувал, потому что принес спавнов. Все так. Вот. И непонятно, за что браться. Плюс до этого еще мы отсняли Дарк Эльдар. Турнирчик. Плюс у нас еще с Ильюхой игра до сих пор не смонтирована. Что-то еще. И плюс я тут задумал. И мы взяли интервью у всех участников истории с проклятым предзаказом. Значит, и у пострадавшей стороны, и у тех, кто, собственно, занимался этими заказами. Сейчас мы думаем, что из этого сделать. Потому что там на 40 минут, например, рассказывают одни парни, 20 минут еще и 30 минут там этот. Вот. Соответственно, это как-то нужно какие-то цитатки выдернуть. Поместить их вне контекста. Так что получалось полное ахинея. Значит. Всех оболгать. Да, оболгать. Какой-то сделать сюжет под это, что там чуть ли не сами заказчики, короче, обманули всех в результате. Но вот это надо быть умным, а мы все тупо естественные. И хотелось бы это сделать сейчас. Потому что, ну, чем больше мы ждем, тем, соответственно, история становится менее интересной всем. Там, как я понимаю, уже магазин более-менее закрывает все свои долги, судя по тому, что происходит. Хотя, вроде, какие-то опять говноистории всплывают, там, что-то опять народ за тысячу своей бьется, там, где мои коробки. В общем, материалов дофига, руки только две, и не очень понятно, как все это. Не очень хорошее. И не совсем оттуда растут. Спасибо. Комплименты прямым эфирам. Вот, а срок только, собственно, неделька на это все, надо все сделать. Потом еще неделька, еще каждое, одно и то же. Встаешь в понедельник, такой, типа, что, за что браться? Чтобы знал, как уезжать куда-то. Да, нельзя покидать Москва-бат. Сразу все начинает валиться. Ладно, наверное, на этом сегодня все. Получилось такое, ну, нормально все, почти полчасика. Как мы говорили, ничего нового вам сказать не можем. Лесник все еще сидит у нас с черной госпожой. Черной госпожой свой прислуживает там ее трона. Сережа то доезжает, то не доезжает у него там в свое делеще. Ну, что-нибудь расскажите. Это цепля лиц. Ну, не то, чтобы на вас было интересно. Узнаем в конце, или где-то в середине, короче, этого августа, расскажем вам, что там было. Да, как все прошло. Ничего интересного не происходит. Сидим мы в своем болоте, пока не выйдут, собственно, интересные книжки с правилами. Арбузы скоро появятся. Уже появились. Ну, я ел раннего, они были ничего, но они постоят под 300 миллионов. Черешни, да, я больше люблю черешни. Черешни, да. Хорошие, да. Чем отбузы. Все согласен, черешни тоже хорошие. Да. Оно уже заканчивается. Ешь черешни быстрее. Денис с черешни даже не покушал, насколько страдаешь. Мне вчера привезли наконец-то из своего огорода клубнички. Клубнички? Какие у нас информативные новости, да? Вот видите, чем приходится заниматься. Новостей нет, друзья. На самом деле, сейчас что? У нас конец июля, клубник приезжает. Да. Погода в России в этом году. Ну как, на юге-то, наверное, у них нормально все? На меня устраивает. Хорошо. Ну это лучше, чем 35 и этот испепеление. Лучше уж 35 и испепеление. Я, знаешь, если захочу, приду к тебе в гости, сяду под лампу, если ей с кожи с меня слезет нормально. Да, на вторую включите. Да, нормально. Все. Все, спасибо. До свидания. Все, кончил. Субтитры создавал DimaTorzok